Буровая компания «Оазис». Бурение скважин, видеодиагностика, ремонт и чистка, инженерно-геологические изыскания. Гарантия не менее пяти лет. «Оазис». Первоуральск, улица Серова, 3А. Мы были вот недавно в Сетерте, вы знаете, мы составляли тоже программу «Прогулка по городу, на гору». Я такая хорошо смотрю, говорю, да у нас не хуже город, а у нас и гор-то больше. Только программу надо создавать на этих горах. Что еще нужно сделать, чтобы Первоуральск стал туристическим центром? В неформальной обстановке за чашкой кофе обсуждают представители бизнеса и власти. Организатор встречи – Первоуральский фонд поддержки предпринимательства. Шесть коммерсантов в этом году уже получили гранты на развитие своего дела. Все они представители баз отдыха и горнолыжных комплексов. Полученные деньги – это почти 50 миллионов рублей – собираются пустить в дело. Мы в этом году выиграли грант на строительство каркасных домов и к концу декабря у нас появятся четыре новеньких домика. Я думаю, что этим мы очень порадуем наших гостей. Люди хотят путешествовать, сейчас за границу нельзя выехать многим, поэтому внутренний туризм растет. Потому, помимо строительства домиков для отдыха и оборудования пляжей, делается ставка на разработку новых туристических маршрутов. На это в текущем году сразу двум предпринимателям будут выделены деньги. Вопрос, куда отвезти гостей города, все чаще звучит в головах местных бизнесменов. Туризм – это всегда про то, что посмотреть, но самое главное – где переночевать и где перекусить. Соответственно, без инфраструктурных проектов туризм невозможен. И опять же, сегодня здесь собирались те, кто развивает это направление – гостиницы, кемпинги, глэмпинги. И мы тоже хотим, чтобы таких объектов было как можно больше, и они были качественные, интересные для туриста. А ведь туристический поток в регионе растет, по данным Российского союза туриндустрии. По итогам летнего сезона Свердловская область заняла шестое место по популярности среди туристов. Первоуральские предприниматели также называют этот летний сезон удачным, они отмечают. Местные достопримечательности посетили гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Алтая, Красноярска и других уголков страны.